привет уважаемые друзья сегодня предлагаю вам обсудить такую тему как обойти печную трубу тем более вот у родственников как раз пришлось такое делать и я взял камеру и все это дело поснимал но комментирую сейчас все это дело отдельно не знаю насколько хорошо это получится значит для начала нам нужно будет определить самый нижний уровень где у нас будет идти потолок для этого естественно нам надо воспользоваться ну либо лазерным уровнем либо взять гидро уровень чтобы отметить все эти точки с минимальной погрешностью на обычным пузырьком уровнем это сделать это хорошо не получится и так значит вот я выставил уровень по самые нижние точки и сейчас мы с вами посмотрим где он на самом деле есть на глаз это определить ну практически невозможно потому как глаз отбивается от потолка от пола и кажется совсем не то как есть значит до начала казалось что вот это самая нижняя часть но по факту она вот это слева у трубы вот теперь замеряем сам обход трубы то есть нужно взять какой-то естественно зазор какой решайте сами ну здесь мы полтора сантиметра взяли зазор от трубы и делаем теперь сам вот этот обход из деревянного бруска вот собственно его напилили в размер скрутили буквой г теперь ее примеряем я значит померил это расстояние до потолка для того чтобы сделать подкладушку ну либо понять какой металлический уголок нам используют вот это подкладушечка я сделал потому как уголки у меня не достанут потому как высота до потолка оказалось больше вот сейчас я отметил где будут стоять металлические уголки и потом эту кракозябру нашу убираю чтобы прикрутить эти самые уголки и потом легко уже монтировать значит устанавливаем уголки на потолок и на стену то есть я всего использовал три уголка справа слева у меня получается от трубы стоит да и одна на потолке за трубу мы заходить не будем ну как сказали мне так собственно и делаем вот теперь прикручиваем нашу деревянную конструкцию естественно уже по уровню то есть прикрепляем прикрепил я сначала центр и потом уже креплю вот эти торцы которые упираются у меня в стену вот теперь можно приступить уже к обогечиванию нашей конструкции для этого мы будем с вами использовать потолочный профиль вот так вот вообще у нас пока все это выглядит на данном этапе и сейчас покажу как работать с потолочным профилем вот отступил я до первого реза 40 миллиметров это толщина нашего бруса значит затем вот расстояние по внутрянке до от стены до грани бруса минус 8 миллиметров вот это вот у меня внешний угол будет там делаем 3 надпила то есть от центра внешнего угла до внутреннего угла наша вот это внутреннее расстояние минус 8 миллиметров вот это тоже второй внутренний угол вот теперь выламываем вот эти вот наши штучки с внешнего угла и нужно теперь сделать надрез по центру для того чтобы наш профиль загнуть вот это у нас получился внешний угол на потолочном профиле для того чтобы сделать нам внутренний угол нужно опять воспользоваться ножницами сейчас покажу как этот момент не вырезал чтобы побыстрее было вот делаем значит надрез под 45 градусов с одной стороны надпила и с другой стороны надпила затем вот этот вот галочку вот эту нам нужно выломать и после этого мы сможем спокойно загнуть наш потолочный профиль естественно все края потом лучше обработать напильником чтобы не повредить наше полотно теперь всю эту кракозябру мы прикручиваем я вот кстати не промерил получившуюся деревянную конструкцию поэтому цельным алюминием я промазал да у меня деревяшка получилось больше чем я рассчитывал вот теперь представляем наш стеновой уже багет совместив его по низу с потолочным профилем нашей конструкции отмечаем вверх нашего багета для того чтобы потом отбить но перенести сначала точки по углам по уровню а затем воспользовавшись отбивочным шнуром уже отбить и наш уровень куда крепить стеновой профиль вот как степить крепить стеновой профиль я уже рассказывать не буду видео есть об этом на канале поэтому в описании я вам оставлю на всякий случай ссылочку на это видео если вы не видели там какие расстояния где отнимать от внутреннего угла к внешнему ну и так далее вы думаю разберете значит вот теперь закрепляем весь стеновой профиль и вот такая штука у нас должна получиться то есть по всему периметру мы набили закрутили все это дело кабель канала как вы видите там немножко подрезали они нам мешались теперь нам остается только заклеить стыки для этого мы воспользуемся алюминиевым скотчем значит тут сколько слоев делать зависит от толщины алюминиевого скотча от того какой у вас зазор получился ну то есть два слоя я делаю минимум если у вас щель там больше или скотч тонкий делайте лучше побольше слоев чтобы было покрепче вот после натяжки получилось вот такое вот дело вполне себе хорошо труба значит будет штукатуриться и обклеиваться плинт плинтус там наклеят на трубу сказали да то есть вот так получились у нас кабель-каналы все достаточно достойно красивая футок сказал ничего такого плохого не получилось один кабель-канал второй так вот то есть тут я уже декоративную заглушку установил вот собственно и все вот такой вот итог у нас вышел по обходу печной трубы всем пока